Сегодня я бы хотел рассказать вам о лучшем проекте польской студии Project Red. Этот проект ждали, его хотели миллионы, о нём мечтали, на него молились и поклонялись многие люди. Миллиарды людей прочитали книги Анджея Сапковского и ночами не спали, ждали этот проект. Элект, разрабатывая игру CD Projekt Red, не только думала о том, что деньги со второго Ведьмака закончились, она ещё и думала об игроках, которые будут играть в эту игру. И в качестве благодарности польская студия вложила вот такой вот буклетик, где она описывает, что она благодарна игрокам. Вот. И вот, спустя 4 года буйной разработки после выхода Ведьмака 2, её выпустили. Они сделали это. Они родили и выродили этот проект. Встречайте. Лучшая игра столетия, десятилетия и вообще всей нашей жизни. Ведьмак 3. Дикая охота. Этот проект язык не поворачивается назвать просто игрой. Это нечто большее, чем игра. Это целая жизнь. Жизнь миллионов людей, которые будут в это играть. Они уже играют в это. Тут вы можете делать то же самое, что и в реальной жизни, только ещё лучше. Есть, спать, плавать. Заниматься утехами, которые разработчики снимали с натуры. И если бы они этого не делали, игра бы вышла на год раньше. Убивать монстров. Вести диалоги с немытой череню, которая будет вам докучать. Ну и, конечно же, кинать брёвна в болоте. Одно из самых интересных занятий в игре Ведьмак 3. Дикая охота. Мир игры настолько огромен и большой, что многие игроки даже не знают, что можно отдалять камеру. И у вас там ещё предстанет перед вашим взором очень много городов. Новиград. И ещё очень много городов. Мир игры настолько большой, что за каждым деревом вас ждёт новый лагерь бандитов или какой-нибудь монстр. А за ним ещё больше монстров. И там вообще целая оргия монстров. В какой ещё игре? На уроке фехтования вы можете избить настоящим мечом настоящую принцессу. А она вам ещё скажет за это спасибо. Прокачка персонажа вашего Ведьмака Геральда из Реви является одним из основных аспектов данной игры. Тут вам придётся залезать в самые глубокие дыры, карты на игре, самые глубокие пещеры и недра воды и всего на планете. Вот это. И, конечно же, как и в реальной жизни, потому что мы старались сделать игру максимально приближенной к реальной жизни, ломаются инвентарь ваш. Мечи, доспехи, они все ломаются, затираются, трескаются. И вам придётся их менять. А если вы это не сделаете, вам будет очень и очень плохо. Сюжет тут тоже есть. И он хороший. Однозначно, это игра, которая понравится всем. Бегите! Прямо сейчас бегите в магазины, в ближайшие и покупайте её. Только версию для PC. Если у вас очень мощный компьютер. Для PlayStation 4 ни в коем случае не берите. Тут её ещё не доработали. Будут прогружаться деревья, деревни, города и тормозить. Это нехорошо. Ну а с вами, как и всегда, был лучший обзорщик в игре на планете Стас. Покупайте только Ведьмака. И играйте только Ведьмака. Всех люблю. Удачи. А, блин, ребят, сказали смешно, да, получилось? Я как бы старался сценарий писал. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, безусловно. Если вам понравился такой формат обзоров игр, он такой шуточный немножко, да. А я ещё такую наклейку и Макана лепил. Ставьте безумно лайки ваши. Каждый лайк пинает меня делать новое видео. Прикольно. Я так подумал, смотри туда. Это, кстати, кто знает? Кто угадал, откуда я это подбрил? Это Джонни Айф, дизайнер Эппл. Он всегда так вот смотрит. Мы сегодня представили новый айфон. Это нечто большее, чем телефон. Это целая жизнь. Актёр из меня, конечно, не очень, но ставьте лайки, подписывайтесь на меня в Твиттере, Инстаграме. Всех люблю. Пока.